Добрый день уважаемые зрители нашего канала сегодня мы будем показывать продолжение исправления проблем блока сам задний сам ml164 будем обновлять софт заднего сама и кодировать его производитель cn-кодирование включаем наше видео мы выбираем наш cbf файл сам h164 он у нас называется не забываем выбирать правильную скорость подключения 500 килобит включаемся к блоку проверяем блок ошибки видим что у нас тут ошибки у нас снята там задняя фара вернее фонарь задний снят ошибочки у нас тут есть смотрим софт версию сохраняем на рабочий стол чтобы в случае неудачи можно было откатиться на старый софт и поднять блок заходим кодирование здесь также сохраняем кодировки нашего сам блока выбираем save to file также на рабочий стол сохраняем файлик в случае если у нас летят кодировки мы потом сможем с помощью них восстановить вручную вести проверяем что у нас все сохранились кодировки видим что у нас все сохранилось данные все есть доходим по флеширование выбираем нашу уже подготовленную прошивку для обновления прошивка подбирается по номеру железа вашего сам блока нажимаем flash начинаем прошивать наш блока во времени приблизительно занимает минут 10 процедура может 15 обязательно смотрим чтобы у вас был не доплый аккумулятор нормально заряженный но желательно подкидывать зарядку ждем когда блок закончит прошиваться напомню что мы это все делаем с помощью программы видеама и опенпорт 2.0 китайского производства также будем использовать программу центре 16 версии так как у нас машины используют программу DAS для диагностики там также можно прошивать блок управления сам в дальнейшем мы будем кодировать с помощью программы DAS идеально просто это удобнее и быстрее по крайней мере для нас если у вас нет опыта желательно самостоятельно такие процедуры не проделать иначе вы положите блок сам потом будут как обычно танцы с бурнами сначала изучаем тему учимся пользоваться правильно и только после этого уже делаем что-то ребята и прошу вас внимательно всегда смотрите видео слушайте о том что я вам говорю иначе задаете в личку вопросы те которые уже есть здесь на видео озвучены и внизу прописаны не ленитесь читайте слушайте смотрите внимательно на этом прошивка у нас завершается обычно на 99 процентах всегда останавливается типа прошивка нужно просто дождаться ее завершения потому что файлы прописываются в блоке для этого нужно время ни в коем случае ничего не выключать дальше внизу мы видим блок файлы здесь пишет у нас когда прошивка удачно завершена там будет написано ждем завершения вот мы видим что у нас внизу в логин написало что у нас прошивание прошло удачно заходим проверяем все прописалось нормально флэш на месте закрываем выходим из блока и введя на программу далее будем запускать в центре программу как я уже говорил здесь также мы видим наши контакты в группе ВК телеграм-каналы пишите задавайте вопросы не забываем также писать комментарии ставите лайки под видео выбираем наш автомобиль mail 164 и подключаемся к блоку заднему саму не забываем включить программу галочку которая отображает включено или выключено зажигание иначе опенпорт не видит что у машины включено или выключено зажигание эмулятор обязательно включайте об этом много раз уже говорилось включаемся к блоку дизайн дизайн а прижимате а дво дизайн обязательно следим за напряжением аккумуляторной батареи чтобы она была заряжена здесь мы уже подкинули зарядку мы видим что у нас напряжение 13 вольт можно приступать убираем кузов задний блок подключаемся к нему производим ввод в эксплуатацию проверяем нашу прошивку актуальная здесь видим да что у нас актуальное программное обеспечение новее уже нету дальше нажимаем F2 и считываем кодировку и прописываем все наши коды можно также просто кодами вот как вы видите 550 553 посмотреть взять ВИН номер расшифровать и посмотреть какие коды у вас есть и с помощью кодов ввести или же делать кодирование вручную что мы сейчас дальше и проделаем далее нажимаем F2 продолжаем кодировать как я уже говорил вы видите код например световой пакет есть ли он у вас есть или нету выбираем все опции которые предусмотрены заводом на вашем автомобиле записываем кодировки продолжаем дальше кодировать если у вас американка, значит выбираете Америка, если у вас европейка, значит выбираете остальной мир или Европа так каждый как параметр вручную процедура не быстрая внимательно смотрим что нажимаем чтобы потом не было ошибок как здесь вот здесь у нас показывает что у нас не произведена кодировка еще раз информация телеграм-каналы наши группа ВК подписывайтесь на группу пишите задавайте вопросы внимательно смотрим на ваши опции автомобиля и кодируем правильные опции потому что если у вас нету какой-то опции у вас будет ошибка еще раз повторяю что у нас сохранены все кодировки через видеарма вы можете потом сравнить их если у вас какие-то ошибки возникли и вручную поправить также или через Диамо или через ДАС далее устанавливаются автоматические кодировки выбираем R2 ждем пока программа закодирует пропишет наши устройства и блоки опции в них иногда просто помогает софт пролить старый софт без обновления и уходят многие глюки по заднему сэм блоку это можно сравнить например с телефоном каким-нибудь как Android например начинает тупить глючить перезагружаете его и снова телефон работает нормально так задний сэм блок если начал глючить надо проверить плату в каком состоянии почистить просушить ну и если нужно обновить софт или пролить старый софт что тоже частенько помогает также и при замене заднего сэм вам придется произвести эти процедуры по кодированию после этого вот эксплуатация полностью завершена у нас скинули все коды неисправности и задний блок сэм у нас заработал как надо на этом мы будем заканчивать наше видео выходим из программы ТАСС спасибо всем за внимание ставьте лайки подписывайтесь на канал это помогает продвигать наше видео всего доброго сэм и о Субтитры создавал DimaTorzok